Главное, у меня в квартире чисто. Так можно объяснить поведение некоторых жильцов столицы. Разбросанный мусор по всему двору жителям многоквартирных домов по улице Базоркина, кажется, не мешает. Его собирали тут уже несколько недель точно. Мы здесь рабочего не видели. И здесь, и там. Но мы сами обираемся. Зачем мы платим тогда на их коммунальные услуги? За мусор, за это мы все. Вот мы все платим. Я вижу, что главные улицы всегда чистые. То есть, если вы проезжаете по главным улицам, вы всегда только на чистоту наткнетесь. А вот здесь, если пройти по закоулкам, то есть, это не первая моя квартира, вы видите, что здесь везде мусор. В том доме жители сами собирают мусор, сами убирают. Импровизированные мусорные ведра стоят, вы, наверное, видели тоже. Похоже, некоторых взрослых не волнует, что их безответственность может отразиться на детей. Видимо, это и стало причиной, из-за чего они противились съемке. Такие же импровизированные детские площадки можно встретить и на улице Кулиева. Мусора тут хватает и возле подвалов, и около мусорных баков. Решение тоже, что и у жителей улицы Базоркина. А возник мусорный вопрос после отказа местной мэрии от услуг управляющей компанией «Чистый мир». Причиной стали многочисленные жалобы жителей столицы на высокие тарифы за обслуживание. Снизить цену в организации отказались и расторгли договор, сославшись на невыгодные условия. Как отмечают в администрации, проблему уборки внутри дворовых территорий нужно решать двумя способами. Жильцы создают ТСЖ, либо подают заявку на другую управляющую компанию. То, что касается управляющей компании, сейчас через месяц будет проведен аукцион, и по результатам аукциона будет уже определена управляющая компания. На новую управляющую компанию возложат обязанности уборки всех дворов без исключения. Независимо от того, подавали они заявку или нет, если только жильцы не создали свое ТСЖ. Обговаривать этот момент. Если их тарифная ставка не устраивает жильцов этого дома, они могут сами объединиться в товарища за собственников жилья, рассчитать свои силы, рассчитать свои средства и сами наводить порядок у себя во дворе, в доме, в подвалах и везде. А в ЖКХ Магаса, в свою очередь, на жалобы жильцов отвечает, что это не в их компетенции. ЖКХ отвечает на дороги по городу и наружные территории домов. А при домовой территории это жильцы сами оплачивают. Как отмечают местные власти, против нерадивых жителей, которые портят вид и экологию столицы, будут возбуждать административные дела. Хава Газикова, Ахмед Гондаров, Новости 24.